ЗАПАДНАЯ Армения Премьер-министр Республики Армения и президент Российской Федерации обсудили арсавский конфликт, энергетику и борьбу с коронавирусом. Опубликован труд об армянской общине Румынии. Ангел спасения, образ Ованеса Эскиджана, спасшего жизни армянских детей, был уникально представлен. Поддержка государственного телевидения Западной Армении. Сегодня, 27 марта и в воскресенье 28 марта в 19.30 по французскому времени состоится двухчасовой семинар конференция-дискуссия с письменным форматом вопросов «Что такое Западная Армения?» через приложение Zoom. Регистрация на испанском, французском и костельских языках доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. Уважаемые зрители, мы будем регулярно информировать вас о дискуссиях и проблемах, поднятых на конференции во наших последующих выпусках. В связи с ожидаемыми морозами в провинциях Малатия, Харберт, Адияман, Дерсим и Багеш в Западной Армении, производители абрикосов призывают быть осторожными и принять соответствующие меры для защиты от возможных заморозков. Согласно письменному заявлению Департамента метеорологии, снегопад ожидается в течение нескольких дней. В то же время с завтрашнего дня и до вторника 30 марта ночью и утром во всем регионе ожидаются сельскохозяйственные заморозки. Соответствующие органы власти просят фермеров, в особенности производителей абрикосов, соблюдать осторожность. Мы уже говорили об изменении климата в Западной Армении, хотя в марте снегопад все еще продолжается в большей части страны, а в некоторых местах сошли лавины. 26 марта правозащитная организация Media Defense, базирующаяся в Великобритании, подала иск от имени четырех граждан Армении в Европейский суд по правам человека в связи с обстрелом журналистов азербайджанскими войсками близи города Мартуны во время недавнего вооруженного конфликта в Арцахе. Заявители, трое раненых журналистов, брат убитого конвейера, одного из журналистов утверждают, что в результате этого нападения Азербайджан нарушил их права, защищенные Европейской конвенцией о правах человека. Об этом Армен Пресс сообщили в Центре свободы информации. Состоялся телефонный разговор премьер-министра Республики Армении Никол Пашиняна с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Как сообщает Армен Пресс, об этом заявила пресс-служба Кремля. При обсуждении ситуации вокруг Арцаха было с удовлетворением отмечено, что ситуация в регионе стабилизировалась и остается в целом спокойной. Они обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, сделав акцент на энергетическом секторе и борьбе с коронавирусом, говорится в заявлении. Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны. С благословления предстоятеля Гугарадской епархии епископа Овнана Акупиана и с помощью отца Гетума Тарвердяна был издан труд Ованеса Галпагяна. Румынско-армянская колония. Книга посвящена истории древнейшей армянской общины Восточной Европы в Румынии. Об этом Армен Пресс сообщил священник Тарвердян. Он напомнил, что армянская община Румынии происходит от поколения армян, переселившихся из разрушенного Аны, которые после долгих скитаний обосновались на молдавских землях в 1401 году, где и было основано епископство в городе Сучава, который сегодня считается старейшей епархией армянской опольстовской церкви. Примечательно, что церковь, построенная в 1350 году в румынском городе Ботошан, является первой каменной армянской церковью в Восточной Европе, названная в честь Богородицы. 800-летняя община, безусловно, оставила большое наследие. Это наследие является гордостью не только румыно-армянской общины, но и всех армян. Ереванский государственный камерный музыкальный театр представил премьеру спектакля «Ангел спасения» 24 и 25 марта, накануне 106-й годовщины геноцида против армян, сообщает газета «Аровод». Сценарий написан по документальной книге немецкого историка Хильмара Кайзера на перекрестке Дерзор. В 1915 году поезда, отправляющиеся со станции Гарлик и Алеппо, уносили армян на смерть в пустыне Дерзор. Однако многие дети пережили эти поездки благодаря духовному пастору и евангелической церкви Ованесу Эскеджану. Проверяя, в какое время пребывает коммерческий поиск, Эскеджан приезжал на вокзалы каждую неделю. С этих станций армян везли в Дерзор поездами. Согласившись с турецкими военными, полное благородство мужчина платил по одному золотому за каждого ребенка, тем самым спасая их. Эскеджан тайно спасал детей, но в Алеппо были предатели, и они предали великого армянина. В 1916 году его арестовала полиция. 25 марта он умер от тифа, заразившись от только что спасенного ребенка. Автор и режиссер сценария – Нуне Абрамен. Главный герой – актер Сэмбат Степанен. Его жена Гуленя – Анэйт Киракосян. Турецкого пашу сыграл актер Араги Воркян. А роль миссионера детского дома сыграла Лаура Бабаян. Вместе с актерским составом в театре в спектакль включены юные воспитанники театрального коллектива Хаяса. Вы можете прочитать полную версию статьи на сайте aravot.am. Уважаемые зрители, государственное телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Но увеличение содержания и программных проектов нашей деятельности требует материально-технического обеспечения. Миллионы граждан Западной Армении волею, судя по лишенной своего права жить на родине, получают через нас уникальную возможность вернуться к своим корням, познакомиться с армянами и национальной культурой. Далее для вас комитас Путюрахчик Сэвавор. Полная версия видео доступна на сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok